Перед тем, как заниматься сегодня, собственно, делом, а именно нашей лекцией про ханой скубашки, давайте мы посмотрим вот на это устройство. Есть такая передача телевизионная, Галилео. Там дается журнал, который тоже называется Галилео. И к каждому журналу прилагается некоторая игрушка. Иногда они бывают очень интересные, иногда не очень. Так вот, смотрите, сегодняшняя, из недавнего номера, игрушка такая. Оттягиваем шарик и отлетает. На самом деле, во многих физических кабинетах такая игрушка есть. Обычно они, конечно, гораздо больше веревочек и шарики побольше. Но смысл в этой вот легкой и оттого вполне доступной для каждого игрушки очень простой. Когда есть два шарика одинаковой массы, то, смотрите, какая история. Вот если я три штуки оттяну, просто висят два шарика. Я ударяю по одному из них, и после того, как я это сделал, он останавливается, а другой летит с такой же скоростью. Поэтому, когда шариков пять штук, а хоть и не пять, хоть и двадцать будет, неважно. Важно, что когда ударяешь с одной стороны шариком, то с другой стороны отлетает один, а все остальные стоят на месте. Потому что по очереди у нас происходит. Ударяет, этот останавливается, этот летит дальше. Ударяет следующее, понимаете? Вот, хорошо. Ну, значит, с этой игрушкой мы с вами разбирались. А теперь сегодняшняя важная тема. У нас уже было два занятия про Ханойскую башню. И на одном из них мы разбирали следующее. Если разрешено перекладывать только между соседними штырьками. То есть, смотрите, вот этот вот маленький можно положить сюда. И, собственно, это единственный ход, который можно сделать. Значит, пожалуйста, Аня, покажите, как это происходит. Просто перекладывайте. Нельзя. Потому что нельзя. Вот так можно. Да, да, да. Так. Нельзя. Так можно. Да. Да, 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 отлично. Нельзя. Маленький. Вы можете заметить, что каждый раз у нее единственный способ действия. Сейчас она может делать... Да, только так. Сюда. Маленький. Тоже маленький. Да. Маленький опять. Нет, нет, вперед. Вперед. Молодец. Маленький. Тоже маленький. Дальше. Нет. Там уже угли. Да. Средним. Маленьким. И еще раз маленьким. Стоп, стоп. Стоп. Смотрите. Три кольца мы сумели перевести на другую часть. Согласны? Да. Так вот. Конечно, можно было бы попросить ее, пиканты, четвертые, пятые. Но вопрос. Как это можно представить себе более наглядно? А именно, как можно себе представить все ситуации, какие при помощи этих штрейков мы изобразили? Оказывается, можно делать следующее. Значит, ребят, я сейчас рисую условно эти штрейки. Давайте я их пронумерую. Один, два, три. И ситуацию, когда у нас очень большой лежит на первом, чуть-чуть поменьше тоже на первом, еще меньший на третьем, еще меньший на втором и самый маленький на первом. Давайте мы будем записывать в следующий выпуск. Один, это имеете в виду самый маленький, дальше два, дальше три, теперь четыре, это не четыре, это один. Это один, и здесь опять один. Я боюсь, что мало кто из вас понял эту систему обозначений, поэтому давайте так, Аня, пожалуйста, верните все на исходное положение, и вот это исходное положение, тут семь колец, записывается в следующем образом. Один, 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 один. Семь штрейки. Понятно? Теперь делайте первый ход. Так, замечательно. Смотрите, что вы сделали. Два, один, 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 один. Делайте следующий ход. Очень просто. Три, один, один, один. Так, следующий ход. Что это у нас такое? Здесь три, здесь два, а все остальные единицы остались на месте. Теперь систему обозначений поняли? Крайнее левое число показывает номер штрейка, на котором находится самый маленький. Следующий чуть-чуть побольше, следующий побольше, следующий побольше и так далее. Система обозначений понятна. А теперь смотрите, если имеется всего один кружочек, да-да-да, давайте, пусть всего один кружочек, то согласитесь, что ситуаций, возможно, всего три штуки. Согласны? Давайте я все их нарисую. Когда на первой позиции, когда на второй и когда на третьей. Причем по нашим правилам можно переходить с первой на вторую. Можно переходить с второй на третью. Но нельзя переходить с первой на третью. Согласны? Какая-то такая. Вот сейчас вам задача. Нарисуйте для двух колец, я второе колечко сюда добавляю, все возможные положения и соедините их пунктирной красной линией, если ход возможен, когда переносишь с первой на третьей и с третьей на первой. И соедините сплошной белой линией, если переход с первой на второй или со второй на третьей. Понятно? Что жду решения. Нарисовать все пространство положения в игре «Ханойская башня» для начала, когда есть два кружочка. Всего две детальки, когда есть, которые мы перекладываем. Нарисовать все пространство положения. Можно сделать так. Нарисовать наш треугольник три раза. Один раз, когда у нас второй круг находится всегда в первой позиции. Потом нарисовать, когда он находится во второй позиции. Ну и, естественно, третий раз, когда находится в третьей позиции. То же самое. Один, три, два, три, 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 три. А вот дальше надо соединить. Смотрите. Из позиции один, один. Что такое позиция один, один? Это, собственно, вот это. Куда можно сходить? Один единственный разрешенный ход. Правильно? Один разрешенный ход и один запрещенный. Это когда вы сюда перекладываете. Отлично. Из позиции три один. Что такое три один? Это вот так. Какие возможны ходы? Можно сходить маленьким. Но это у нас уже все нарисовано. А можно тем, что побольше. Пойти на двое. Значит, позиция нам нужна сейчас. Один, два. Правильно? Ой, не, не, не. Три один, это я не знаю. Три один, три один, это совсем не так. Три один, это вот так. Так вот. Из позиции три один, из вот этой позиции, можно пойти либо маленьким, это у нас там уже и все и так есть, либо большим, это в позицию три два. Так, три два, это вот здесь. Значит, надо соединить вот так. Значит, надо соединить вот так. Ребята, заметьте, я уже одну линию провел. Теперь, из позиции два один. Что такое два один? Два один, это вот так. Какой у нас возможен ход большой штучкой? Законного хода нет, потому что сюда класть нельзя. А есть ход вот такой. Это в позицию два три. Два три, это вот здесь. Значит, я рисую вот так. Ну, и что дальше? Так, из один три, куда можно пойти? Может быть, вы уже закономерность поймете? Что мы реально можем делать? Мы можем двигаться вот этим, да? Это в один два, правильно? С единицей сходить на дву. Что-что? Можно тогда вот маленькое колечко сходить на большинство, с единицей на дву. Такое прикрасное движение. Кстати, слушайте. Да, вот один три. Вот один три. Да, один три. Один три. Маленьким я уже все нарисовал, что можно сделать. Большим можно пойти на дву. Правильно? Большим на дву это будет позиция один два. Один два это вот здесь. Значит, я должен рисовать вот такую линию. Хорошо. Так, из позиции три три. Вообще никуда не пойдешь большим, потому что он прикрыт. Он просто прикрыт маленьким сверху, согласны? Да. Так, что мне еще надо обслужить? Один один. Что? Один один тоже никуда не пойдешь. Один один тоже никуда не пойдешь. Так вообще все. Да. Все. Единственная картинка не очень понятная. Вопрос. Можно ли эту же самую картинку нарисовать как-то более разумно? Ответ. Можно. Смотрите, что для этого мы сделаем. Мы сейчас нарисуем большой треугольник. И вот эти наши три треугольника мы нарисуем у него в углаху. Здесь я напишу один один. Здесь я напишу, например, два два. Моги три три. А здесь напишу три три. А вот дальше, смотрите, я неправильно нарисовал, на самом деле, вот это, потому что надо было эту линию нарисовать пунктирную красную. То же самое. Надо подумать о том, может быть, некоторые из этих линий имеют смысл сделать пунктирными. Или, может быть, господа, надо представить себе, как вот эту картинку в некотором смысле красиво нарисовать, чтобы она превратилась в пунктирную. Сможете из положения один один пройти в положение три три за три шага? На самом деле, эта линия у нас есть. Вот смотрим здесь, вот из положения один один пройти в положение три три. Это как? Это вот так, так и так. Видите? Да. Значит, надо писать два один. В обязательном порядке, да? Сюда пишем два один. Или нет? Нет. Нет, в три три. Вот, мне надо сюда попасть. Интересно, как я это вообще могу сделать? Никак. Что значит, никак? Два один, два три, два и два три. Что, что? Два один, два три, три три. О, два один, молодец, два три. Здорово. Значит, красную линию я должен где нарисовать? Сейчас, два один, вот здесь вот у меня что будет? Один один, два один, здесь у меня будет что? Три один, да? Три один. Так, и выясняется, что я неправильно нарисовал красную линию. Красная линия на самом деле должна быть где? Вот здесь, да? Отлично. Рисую здесь сплошной белый отрезок. Сплошной белый отрезок. Здесь наоборот. Рисую, пунктирую красную линию. Отлично. Отлично. Дальше что? Господа, в два три я могу попасть. Из два три в три три я могу попасть. Так, три один и два два. Два один. Пройти в положение в положение 2-2. Это через 3-2, правильно? Да. Все, пишу сюда. Три-2. Здесь два-2. Здесь что? Один два. Так, здесь линия какая? Карта между 1, 2, 1 и 2, 3 надо пунктирую. Абсолютно верно. Я здесь должен стереть, я здесь должен нарисовать красный пунктир. Так, замечательно. Замечательно. Осталось разобраться с чем? Только с одним верхним треугольником. А, кстати, 3-3-2-3 здесь что? Один три. Здесь один три. Да, значит, опять-таки, я был неправ, когда думал, что красная линия будет здесь. На самом деле, красная линия проходит где? Вот между 3-3 и 3-3. Отлично. А теперь смотрите. Давайте проследим, как проходит белая линия. Вот так. Вот так. Дальше как? Так. Три-3. Так. Дальше. Так. 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 Итак. Господа. Именно поэтому. Там два-дин три. Два-дин. Что? Водин два-дри. Водин два-дри. Там роза ровно. Водин два-дри. Водин два-дри. Красная. Где нет. Раз-дри. Не понимаю. Еще раз. Водин два-дри. Слева. Водин два-дри. Молодцы. Молодцы, вы абсолютно правы, потому что действительно единичку на тройку, когда меняешь, да-да-да, молодцы. Смотрите, что у нас получилось. Одна сплошная белая линия и эти красненькие отрезки. Вот это было только предисловие. Представьте себе, что у нас не два предмета, а три. Как тогда рисуется картинка? А вот как? Треугольник. Дальше, вот здесь вот у меня будет треугольник, где я на самом деле один к одному перерисую вот все это. Значит, смотрите, как это делается. Один, один, один. Здесь у меня будет два, два, один. Здесь три, три, один. То есть, посмотрите, что происходит. Я везде к точкам, которые были на предыдущей картинке, приписываю еще единицу. Потому что здесь у меня большой круг находится все время в неизменном своем первом положении. Три, два, один и три, один, один. А вот дальше, смотрите, что произойдет. Дальше я должен буду вот на этих треугольниках, здесь и здесь, нарисовать, нарисовать следующую штуку. Вот здесь у меня будет два, два, три. Соответственно, здесь будет три, три, три. Здесь у меня будет два, два, два. И нужно сейчас, чтобы вы правильно расставили везде числа. И главное, везде вы проставили пунктир. Разумеется, на одной картинке я это вам легко сделаю, потому что у нас уже есть. Я просто вот эту вот картинку один к одному рисую сюда. Просто один к одному я ее рисую сюда. Так, здесь убираю, это становится пунктир. Так, здесь, здесь, сейчас становится пунктир. Отлично. Третью часть работы я сделал. Здесь вот будет, на самом деле, то же самое, только с тройкой. Последняя цифра везде будет тройкой. А вот вопрос, как, что называется, перейти отсюда сюда. Да мне не кажется, что это сложно. Вот здесь вы понимаете, что произошло? Кстати, какого цвета должен быть этот отрезок? Конечно. Этот отрезочек, конечно, будет красным. Ну, а дальше? Из два, два, три до три, три, три. Как можно дойти? Из два, два до три, три. Мы здесь как ходим вообще? От два, два до три, три. Мы ходили единственным способом. Согласны? Значит, что сейчас надо сделать? Надо здесь везде в конец написать тройку. И у нас уже получится вот этот отрезок. Смотрите. Два, два, три. Один, два, три. Это вот сюда. Один, два, три. Дальше поднимаемся. Дальше поднимаемся. Один, три, три. И какой красный отрезок у нас на этой линии? Только последний. Значит, я вот этот вот убираю. И сюда красный пунктик. Поняли идею? Замечательно. А дальше, как у нас пойдет? Какие числа будут здесь? Здесь два, два, три. Здесь три, три, три. Здесь будет что? Один, один, три. А теперь надо просто проследить. От два, два до один, один. Как идти? От два, два до один, один. Смотрите. Это три, два, три, один. Правильно? От два, два до один, один. Значит, здесь вот. Здесь вот. От два, два до один, один. Я именно так и иду. Один, что? Три. Три. Это я написал вот эту Теперь это Что? Нет, нет, еще раз 2, 2, 3 Нет, здесь не так Здесь 1, 2, 3 Здесь 1, 2, 3 А вот дальше Что? А, я пошел туда Извините Извините меня, ради Бога Да, я запутался Еще раз От 2, 2 до 1, 1 Идет по горизонтали 3, 2, потом 3, 1 пишу 3, 2, потом 3, 1 И каждый раз в конец пишу тройку Каждый раз в конец пишу тройку Отлично Теперь разбираемся, где красные отрезки Здесь 2 белых, а 1 красный Здесь 2 белых Вот этот, что? Красный отрезок будет Последний Вот этот отрезок будет фунтирован Этот отрезок будет фунтирован Отлично Теперь смотрим В треугольнике 2, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 3 Где запрещенный ход? 3, 2, 3, 1, 2, 3 Вот этот, правильно? Да Я прав? Да Очень интересно Очень интересно Это запрещенный ход Вот этот вот Потому что маленький кружочек Не может сразу перейти С первого на третье поле Что дальше? Между прочим Я вижу, что наверняка Вот этот будет у меня красный Потому что линия Тогда уж очень хорошо пройдет Да? Так А это что будет за точка? Здесь 1, 3 Здесь 1, 3 2, 1, 3 2, 1, 3 Отлично 2, 1, 3 А это что будет за точка? 2, 3, 3 2, 3, 3 2, 3, 3 Совершенно верно Так И Вот здесь Держит 2, 1, 3 2, 3, 3 Красный отрезок Вот этот отрезок? Да Интересно Что это за Что это за такой отрезок? Вообще Что это за позиция? Давайте я посмотрю Давайте я покажу Что это за позиция? Значит Позиция 2, 3, 3 Значит У меня должен быть Маленький на втором Этот на третьем И этот тоже на третьем Вот такая вот позиция 2, 3, 3 Да? 2, 1, 3 2, 1, 3 2, 1, 3 Это вот так Ну да Это запрещенный ход Да Действительно Запрещенный ход Хорошо Значит Я это стираю И здесь рисую Красный отрезок Куртирный Так, ребят Осталось чуть-чуть Просто буквально Чуть-чуть Осталось разобраться Вот с этой конструкции И, кстати Белую линию Я уже могу В общем Довольно существенно В своей степени Нарисовать Так Вот так Вот она идет Видите? Сплошная белая линия Да? Отлично Теперь надо понять Какой же Какая же здесь Позиция Какие числа Здесь написать 1, 3, 3 Ребята Это вот так Нет, это не так Я добавил 3, 3, 1 3, 3, 1 Это вот так Извините, пожалуйста 3, 3, 1 Это вот так Так 3, 3 и 1 Замечательно Самый большой Находится в крайнем положении Куда мы можем им сходить? На двойку Значит, здесь будет 3, 3, 2 А, я все понял А здесь у нас будет что? 1, 1, 2 1, 1, 2 И теперь мы должны Воспользоваться вот этой картинкой Ну, например От 3, 3 до 2, 2 Как даете? От 3, 3 до 2, 2 Сначала Красненький отрезок В 1, 3 Получится 1, 3, 2 И вот этот отрезок Должен быть у нас Красненький Хорошо Потом Идем От 3, 3 до 2, 2 У нас с вами 1, 2 Здесь будет ситуация 1, 2, 2 И это будет уже белый отрезок Да? Потом будет 2, 2, 2 Так, а здесь будет что? Так, здесь будет 2, 2, 2, 2 На первом месте 1, 1 Нет 3, 2, 2 3, 2, 2 Конечно 3, 2, 2 Теперь смотрите Как пройти от 2, 2 До 1, 1 Это мы уже сутки хотели От 2, 2 до 1, 1 Это 3, 2, 3, 1 Правильно? Так От 3, 2 Здесь что у нас? 3, 1 3, 1, 2 И вот этот отрезок что? Этот отрезок Красненький Все Я его стираю Господа Я не знаю как вы А я уже вижу Как пройдет линия Как пройдет Вот эта вот Белая толстая линия Видите? Здесь будет Какой отрезок? Красный Красный Совершенно верно Вот Белая линия Пройдет Очень просто Вот так вот Она пройдет Видите, да? Вот А красненький отрезок Будет у нас Конечно Вот здесь Функтивный И здесь Собственно Функтивный Так Осталось Записать Всего Две позиции Здесь 3, 2 3, 2 А здесь Здесь будет что? 2, 3, 2 И здесь у нас Смотрите 1, 2 1, 2 Здесь будет 2, 1, 2 Смотрите Что Получилось Опять Как нам Помните Показывали Для случая Трех Предметов Путь Единственный Согласны? Путь Единственный Скажите Понимаете ли вы Что я дальше Сделаю Для случая Четырех Предметов? А? Чтобы решить Задачу Для четырех Предметов Что я должен Сделать Нарисовать Что? Три Больших Треугольника Здесь Написать 1, 1, 1, 1 Здесь Написать 3, 3, 3, 3 Здесь Написать Что? 2, 2, 2, 2, 2 Здесь Решить Задачу Для Трех Предметов Здесь Решить Задачу Для Трех Предметов Но Это двойка в конце. Здесь решить задачу для трехлипедов, когда тройка в конце. Это значит следующую штуку. Что я здесь должен нарисовать эти самые мои треугольники. Потом я должен пройти. Вот так вот сделать. Эти отрезки у меня должны быть красные. А некоторые из этих отрезков должны быть белые. И так получается решение задачи для случая... Какого количества предметов? Четырех. Здесь у нас есть один предмет. Один, два, три. Если два предмета становятся девять точек. Если три предмета, сколько уже точек? В три раза больше, чем девять. Двадцать семь. Двадцать семь. Если четыре предмета, сколько? Неправда. Не тридцать шесть. Восемьдесят один, конечно. Конечно, смотрите. Здесь двадцать семь точек. Здесь двадцать семь. И здесь двадцать семь. Всего получается сколько? Восемьдесят один. Конечно, восемьдесят один точек. Единственное, ребята, я боюсь вот чего. Смотрите. Я неправильно здесь написал. Потому что, когда идешь вот такой вот линией, да, то заканчивается движение здесь. Поэтому я когда по этому треугольнику пройду, то я закончу движение здесь. Поэтому следующим треугольником будет вот этот. И поэтому на самом деле надо было написать по-другому. Надо было написать здесь двойки. Здесь надо было написать двойки. А здесь надо было написать тройки. Да. Вот. Так вот, смотрите. Мы сейчас вдвоем сумеем довольно просто сделать вот эту работу. Рассказываю как. Я беру, смотрю на эти треугольники. То есть, ребята, огромная просьба вам пускать успеть это сделать. Для начала вот эту огромную картинку надо нарисовать франшом. А потом по ней ручкой по карандашу, ручкой рисовать вот это. Это добрый совет. Потому что ручкой по карандашу очень хорошо все видно. Значит, так вот, смотрите. Я сначала перерисовываю вот эту картинку. Это очень просто. Это я рисую вот так. Все согласны, да? Так, так, так. Так. Дальше как? Дальше как? А? Вы правы. Дальше так, так. Двух пор вверх. Так, так. Вот, да. На одну сюда. На две сюда. 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 И сюда. О, отлично. Теперь я иду сюда. И быстрее я прохожу. Заменяю все отрезки, которые здесь у меня не были, на такой вот пунктирчик. Да? На такой вот пунктир. Ну, не знаю. Мне кажется, что это абсолютно понятно. Пунктир, здесь то же самое. Пунктир, здесь пунктир. Так, ну и здесь, видите, отрезки тоже пунктир. Так, есть. Что? Да, да, спасибо. Спасибо. Вот, и здесь пунктир. Так вот. Смотрите, что нужно суметь сделать дальше. Нужно суметь понять, как вот эта вот конструкция, кстати, здесь еще есть одна пунктир для меня. Надо суметь понять, как эта конструкция на самом деле пройдет здесь. Ответ на самом деле простой. Ответ простой. Роль. Вот смотрите, я здесь вот вошел с этого угла, с этого вышел. Здесь я с этого угла вошел, с этого вышел. Поэтому, вот эта вершина, это на самом деле вот эта вершина. А мы очень хорошо видим, как здесь что устроено. Здесь вот два отрезка таких, два таких. Согласны пока, да? Да. Вот это, вот это что? Потом проходит сюда, сюда, сюда. А вот это вот наоборот, все пунктивное, да? Нет, неправильно. Вот здесь пунктивное, наоборот. В центре пунктивное, вот это пунктивное, да, 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 это пунктивное, вот сюда уходит. Да, так, это пунктивное, сюда уходит. Здорово. Значит, здесь у меня вот так идет, здесь у меня так идет. Так, и что дальше? Как дальше пройти отсюда сюда? А, я вижу. Я уже вижу. Идею поняли? Я говорю, что так вроде бы можно. Да, так вроде бы можно. Ну, хорошо. Как теперь сюда выйти? Так же это вот так, да? Слушайте, я научился рисовать. Я научился рисовать эту штуку. Да, 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 здесь все везде течет. Ладно, господа, давайте так, дальше уже сами, хорошо? Дальше уже сами, значит, кому интересно, что называется, дорисуйте эту схему до конца. Все, все, давайте на этом остановимся. Мне уже кажется, что надоело всем. Значит, смысл в следующем. Если будет много времени, если будет не такая доска, а километр на километр, то можно нарисовать и еще больше, и еще больше, и еще больше. Согласны? В любом случае, если у нас N предметов, то совершенно очевидно, что будет 3 в степени N точек. А помните, у нас еще была задача про Ханойскую башню, когда были разрешены вот такие ходы? Да. Замечательно. Теперь вопрос. Что является решением задачи про Ханойской башни, когда такие ходы разрешены? Ответ. Вот прям вот такие. Согласны? Если пунктирные и красные отрестия тоже разрешены, то вот эта линия. Вы помните, как было тяжело решать задачу, когда у нас были вот эти вот кружочки, и мы не знали, каким куда ходить. Как только мы нарисовали эту полную схему, то видно, путь становится прямым отрезком. Здесь то же самое. Правда, сюда надо, в третей. Вот. Путь – это прямой отрезок. Согласны? То есть, задача, вот чем хороши настоящие удобные математические обозначения? Что как только вы разобрались в ситуации, то очень часто бывает, задача вообще теряет всякий смысл. То есть, вам кажется, ну, как сказать, вдруг, вдруг делать очень нечего. То есть, уже, как пройти, ну, как, вот так и идешь. У вас полностью все пространство ситуации, полностью очевидно, и, соответственно, вы можете все сделать. Сейчас нужно идти сюда, дальше, вверх, сюда, 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 дальше куда? Все-таки мы сделали это, все-таки мы сделаем. Ну, на самом деле, конечно, надо еще все эти адресы стереть и везде здесь мультирчик нарисовать. Ну, это уже, это уже всяком понятно, что это надо сделать и как все это будет выглядеть.